Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay и это видео по игре Евротрак Симулятор 2. Сегодня у нас будет Mercedes GLS или же GLS, кто его как называет. Ссылка на данный мод находится в описании под этим видео, в общем, все как всегда. Так, ну что, вот в общем с третьего лица вот так выглядит у нас Mercedes. Единственная проблема, опять же, опять же, вот зеркало, оно у нас не работает, центральное зеркало. И вот это вот отображение, отображение асфальта, дорожной разметки у нас на лобовом стекле. Вот это очень плохо, конечно. Но тем не менее, давайте-ка посмотрим, не выбрасывайте его в урну, посмотрим, что он может. Так, включаем зажигание. Вот так вот это все дело у нас работает. Заводим у нас движок, работает на холостых 500 оборотов. Зверь, зверюга просто. Что дальше? Давайте-ка посмотрим на ночное время, как у него работает свет. Включаем фары. Так, ну что, освещение я скажу, освещение вообще топчик. Так, прям, все на высоте. Дальний свет, ну вообще красота. Освещение работает прекрасно. Просто все прекрасно работает. Да, варечка. То есть, так вот. Да. То есть, ясно. Звуки я не слышу, к сожалению. Ну ладно, звуки-то такое. Хорошо. Так, ну что. Потихонечку назад. И сейчас будем выезжать, пожалуй, на магистраль. Автопад. Так, по-моему, налево. Да, налево нам надо повернуть. Ох, этот звучуара, вы слышите, да? Вообще красота просто. Вот там едет кто-то. Не будем мешать. Нет, пожалуйста, минуса этой машины. Уже вот центральное зеркало не работает, да? Что вот это вот отображение разметки, асфальта. Короче, вы поняли. Не очень, ну не очень хорошо, не очень комфортно ездить. В таком формате. Вот, когда мод особенно хороший, вот вечно какие-то мелочи вылазят. Не, я не говорю, что этот мод прям хороший. Настолько, что прям вообще. Да, он идеален по внешности. Он вроде прекрасен. То есть, все хорошо работает. Кстати, габратики стуки. Ну, ой, извини, я не хотел, братан. Не хотел, извини. Это у нас, видите, такой вот обзор. Блин, взял задавил его и поехал дальше. Так, ну что, давайте уйдем направо сейчас. Сейчас направо уйдем. Попробуем разогнаться на максималке. Ну, я не знаю. Ну, 200. Ну, тут 200. Может, 300. Может, 300. Но я не знаю, опять же. Тут надо все смотреть на то, какая у нас дорога будет. Ну, вот сотка уже есть. Сотка уже есть. Пожалуйста, 180. Здесь вот тут уже и 200 приближаются. Я только на третий. Это четвертый у нас передача. Да, я думаю, 300 будет. 220. Блин, вот трафик бы не мешал убрать. Наверное, надо трафик убрать все-таки. В принципе, не мешает потом. Вот так вот ехать спокойно, спокойно. Вот, поворотик. Вот ты, блин, куда ты взял? Ай. Тише, 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 тише. Так, что-то здесь у нас... Так, мне надо карту включить. Ага, там у нас будет тупик. Сейчас мы упрёмся просто. А ну-ка, кэш. Вот, блин, зараза такая. Так, и всё, слышишь? Ну, куда ты лезешь? Блин, что? Так. Нет, ребят. С трафиком тут невозможно разогнаться. Какие-то крендели все. Так, мы этот трафик уберём нафиг. Ну-ка, что это такое? Так, всё. Тут с разгона нет смысла. Блин, ну нам надо прямая трасса. Там у нас тоже вряд ли получится. Так, сейчас не направо надо уходить. Налево. Право, право. Потом как-то налево нам надо уйти. Блин, нам надо прямая трасса, вы понимаете? Нам нужен прямой участок. Давай. Ну, что ты можешь? Покажи стаки. А, не, нормально, нормально всё. Мне показалось по спидометру вот сейчас 200. Да, нормально, 220. Да, 220. Ну, там плюс-минус, конечно, видите? Чуть-чуть. Тише. Принято, просто не хочу тормозить. О, ну тут вроде прямая дорога, да? Так, пятая передача. Давайте-ка, да, давайте-ка ещё, 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 ещё. В смысле? А, нейтралка. Ага, вот. Не, ребят, тут с такими темпами... Ну, смотрите, у нас уже и бензин закончился. Ну, 300, блин, ну я думаю, можно 300 выжить. Ну, видите, у нас какая дорога? А, девятое, и всё. Ну, мощности не хватает. Надо было чуть больше разогнаться. Всё, короче, ребят, приехали. Ну, чё могу сказать? Что, что, что я могу сказать? Да едет он, едет, блин. Ну, вот видите, вот, пожалуйста. У нас бензин закончился. Просто тупо не хватило. Да, вот здесь как раз, вот, я думаю, можно было бы разогнаться очень хорошенько так. А, кстати, почему? Всё ещё не потеряно. Давайте мы сейчас заправимся, да, и попробуем... И мы попробуем разогнаться. Ну, мы попробуем нормально разогнаться. Потому что эта машина может, может больше, чем мы, чем мы себе можем представить. И сколько это ж литров у нас? А, я понял, 290, понятно всё. Для модовых автомобилей. Это самое то. Так, куда себя поставить? Да, давайте ближе к Гамбургу. Сейчас попробуем разогнаться. Вот эту всю красоту сделать. Так, ну, давайте вот где-то здесь. Вот где-то вот тут. Да, боже, где-то вот тут. Давайте поставим ещё. До самой Голландии ехать. Так, завелись. Ну, самое главное, что повреждений не было. Блин, ну тут, конечно, было бы прикольное... А, почему? Что мне мешает автомат-коробку сделать? Сейчас. Игра... И, по-моему, сюда, да. Так, вручная изделия автоматическая, упрощённая. Хорошо, давайте-ка попробуем. Ага, всё. Ну, тут поехали. Так. Ну, 140 есть. Чё это она так слабая? По-моему, я на механике лучше разогнаюсь, чем она на автомате. Вам не кажется, ребят? У меня 260 было, или сколько там? Не, ребят, это какая-то херня. Ну, ладно, давайте посмотрим. Может, оно и... Ага, на девятую уже пошло. Не, ребят, это какая-то хрень. Ну, вы что, серьёзно, блин? Я на механике, блин, разогнелся. У меня 200 было на этом. Понятно. Всё. До свидания, автомат-коробка. Не покупайте машину с автомат-коробкой. А, для города можете покупать. А для такого дела... Так, ну чё, давайте сюда, вот, да, где я там стоял. Ещё раз, попытка номер два. Затрите. Пожалуйста, встретите, совершенно другая динамика разогонная. Затрите, затрите, пятое, 100, 170. Седьмая. Пожалуйста, 200 уже. А, помните, на автомате на девятую перешло, но оно еле-еле 200 набрало. Смотрите, у меня сейчас 200... Ну, смотрите, какая скорость. 220. И это у меня ещё, причём, в запасе ещё передача. И ещё в запасе куча оборотов. Так. Пляха-пляха. Всё. Всё, пошло на... На перекоселок. Седьмая. Ну что, давайте на девятую. Ага, смотрите, как скорость резко падает. Что-то прям не то. А вот здесь прям красота. Ну что-то... Ну да, слабенько что-то нагонит. Реально, смотрите. Как у нас, блин, бензин заканчивается. Смотрите. Прям на глазах он просто тупо исчезает. Смотрите. Смотрите, как он исчезает. Офигеть. Жесть просто. А ну-ка, 250 хоть. Давай, 250. 250 есть. 250. Отлично. Всё, короче, ребят. Ну тут нет смысла разоняться. Да, что-то и бензин закончился опять. А чё же она на девятой не хочет? Смотрите, да. Вот сейчас перейду. Допустим. Тут у меня типа четвёртая. Ага, ну всё. Всё. Ладно, ребят, всё понятно, короче. Ну, если вы просто хотите покататься там в пределах 100 километров, берите Мерседес, качаете, играете. А так, если разогнаться, то... Ну, я не знаю. Может быть, я в этом что-то не разбираюсь немножко. Но странновато, конечно, что на высокой передаче оно что-то скидывает обороты и скидывает скорость. Но, может быть, вообще наоборот. Вот. А чё так происходит, хрен его знает. Пожалуйста, Мерседеса логотип где? Ну, бывает. Ладно, всё, ребят. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка находится в описании под данным видео. И всем счастья, здоровья, удачи. И всем давайте пока. Увидимся.